Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Moda.gd. Мой канал посвящен моде, красоте, но самое главное посвящен умному шоппингу, о том, как окружать себя красивыми и нужными вещами за совершенно вменяемые деньги, в общем-то, не тратя много времени. Сегодняшний ролик я бы хотела посвятить так называемым сумкам-репликам, но на самом деле я считаю, что более корректно назвать сумки-подделки. В общем-то, это сумки, которые призваны выглядеть как их оригиналы, но выпущены, в общем-то, теми домами моды, которые их выпускают. И, безусловно, речь пойдет о сумках Louis Vuitton и о сумках Hermès. Именно эти сумки чаще всего подделывают. Хочу сказать, что много-много лет назад, когда мне было примерно 20 лет, я чуть не купила сумку-подделку, но хочу сказать, что у меня вообще никогда не было сумок-подделок, прежде всего потому, что это был мой личный выбор. Так вот, однажды я чуть не купила сумку-подделку, прежде всего потому, что сумка мне сама по себе очень понравилась. И продавец мне сказал, что, в общем-то, эта сумка идентичная тем сумкам, которые выпускает тот дом в оригинале. И речь шла о доме Hermès, и речь шла о сумке Birkin. Просто на ней нет этикетки, на ней нет, в общем-то, надписи Hermès и так далее, то, что там, в общем-то, должно быть. И связано это с тем, что, в общем-то, эти сумки производятся на той же самой фабрике, шьются теми же самыми людьми. Но для того, чтобы это все растаможить за меньшие деньги, и, в общем-то, все это не штампуется, и сумки такие, так называемые, безымянные. Но качество, качество, в общем-то, дома Hermès, прежде всего потому, что они там производятся. Вы знаете, я поверила, ну, было мне, правда, 20 лет тогда, я, в общем-то, была молодая и неопытная, и невинная. И, соответственно, да, я поверила, но сумку эту я не купила, стоила, она очень дорого. На самом деле, когда, в общем-то, сама продавщица мне сказала, что это сумка известного дома, ну, вот на ней не стоит этикетка, на ней нет, в общем-то, надписи, нет названия этого дома, то, в общем-то, эта сумка сразу для меня перестала быть интересной, прежде всего потому, как я не хотела себе ни реплику, ни подделку, ни нечто растаможенное черным путем. В общем-то, мне нравилась сама модель. Буквально через пару лет, в общем-то, я узнала, что это была модель сумки Биркина, в общем-то, это была, безусловно, подделка. И что хочу я вам сказать про такие сумки. Безусловно, покупать их или не покупать, это ваш выбор, но купить их достаточно просто. Прежде всего, в Италии, я хочу сказать, что многие мои знакомые, причем знакомые, которые могут себе позволить пойти и купить аутентичный вариант, имеют подделки. Почему это происходит, я не знаю. И вообще, в Италии очень-очень много подделок. Можно купить себе любой карат на палец. Ролекс можно себе прикупить. Ренбей, ну, Ренбей, в общем-то, это вообще просто детский лепет по сравнению с Ролексом. И с любыми другими марками часов. Я не буду их произносить, прежде всего потому, что, вообще-то, я не знаю, как правильно они произносятся. На пляже в летний сезон вы можете купить себе все, что угодно. А я уверена, в Риме, в Милане, в Венеции, во Флоренции, как, в общем-то, в любом крупном городе, наверное, европейском, вы сможете купить себе все, что вы захотите, в общем-то, в любое время года, не только в летний сезон, не только в пляжный сезон. И хочу сказать, что однажды моя знакомая, когда я отдыхала в отеле с ребенком, попросила меня поприсутствовать с ней на, в общем-то, на купле-продаже сумки, которые должен был принести темнокожий продавец. Возможно, она стеснялась, я не знаю, не думаю, что она понимала, что я очень хорошо разбираюсь в этих сумках. И, в общем-то, для меня было очевидно сразу же, как только эти сумки достали из мешка холщового, что, в общем-то, они рядом не стоят с оригиналом, прежде всего потому, что не совмещен рисунок, речь идет о сумке Louis Vuitton, и, в общем-то, о более мелких деталях, таких как строчка, в общем-то, совпадение швов, речи даже и не шло, там просто не совпадал элементарный рисунок, там, где он должен совершенно четко совпадать. Так вот, меня в тот момент поразила цена этой сумки, она стоила 180 евро, сделанная неизвестно где, неизвестно из какого материала, я не думаю даже, что это была кожа, по крайней мере, у Louis Vuitton, классическая, в общем-то, это расцветка LV на темно-коричневом фоне, это, как вы знаете, не кожа, это, в общем-то, выделка ткани. Не знаю, что было у того продавца, но я вас уверяю, что за 180 евро можно купить себе прекрасную кожаную сумку в той же самой фурле, у них прекрасные сумки, служат долго, носятся долго, да, миллион марок, где за 180 евро можно купить себе прекрасную, красивую сумку, которая прослужит долго, которая будет сделана, в общем-то, из безопасных материалов, применяться безопасной краской и так далее. И хочу вам сказать, в общем-то, вернуться к сумке Birkin. Сейчас очень популярна в Европе, и я знаю, что в России тоже, продажа и покупка сумок дома РМС со вторых рук. Речь также идет о сумках Chanel, о любых других сумках, в общем-то, редких и дорогих, и, безусловно, есть риск встретить подделку. Как отличить подделку от неподделки? В общем-то, это достаточно сложно, потому что подделки бывают очень-очень хорошие, но есть лично для меня два варианта отличить, два момента отличить. И, в общем-то, если девушка держит в руках поддельную сумку Birkin, и хочу сказать, что в своей жизни я не встречала людей, держащих, в общем-то, передо мной в реальной жизни настоящие сумки Birkin, а вот поддельную сумку Birkin я видела очень-очень часто у своих знакомых, как-то они странно, не знаю, что заставляют их покупать такие сумки. Так вот, есть два момента. Первый момент – это вот такой шов. В оригинальных сумках он всегда доходит до верха, в общем-то, он просто, в общем-то, как идет, тут он и застрочен. В то время как в сумках-подделках он заканчивается примерно вот на этом уровне. Я знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что, в общем-то, очень тяжело обработать кожу, тем более такую плотную кожу. В общем-то, ее очень тяжело вот здесь вот совместить, застрочить аккуратно и все это сделать. Потому что именно поэтому стоимость у сумки Birkin такова, потому как очень плотная ткань, очень толстая кожа обрабатывается очень аккуратно и шов очень тонкий. Так вот, у поддельных сумок он заканчивается примерно вот здесь. Соответственно, если я вижу, что сумки, шов заканчивается здесь, для меня это, чтобы здесь не было написано, в общем-то, это не аутентичный вариант. И второй момент, на котором, скажем так, подскальзываются те, кто подделывает сумки, это то, что сумка внутри очень часто имеет либо вообще другой цвет, что, возможно, имеет место быть в очень оригинальных, эксклюзивных вариантах, и они стоят очень дорого, и такие сумки, в общем-то, в своей жизни я не видела, не встречала. Либо здесь замша. И хочу сказать, что, наверное, тоже можно попросить Дом РМС, если вы мега-супер-звезда, сделать вам сумку здесь из гладкой кожи, а внутри, в общем-то, из замша. Но, повторюсь, что это будет стоить мега-дорого, и, в общем-то, Дом РМС, не знаю, даже пойдет на такое исключение из правил, либо нет. Так вот, сумка аутентичная, имеет здесь гладкую кожу, внутри она имеет тоже гладкую кожу. В данном случае, эта сумка сделана из кожи Тогу. На этой сумке стоят у меня инициалы, соответственно, если перед вами сумка с инициалами, вы покупаете ее, в общем-то, на вторичном выкле, то, скорее всего, это тоже оригинальный продукт, потому как инициалы ставятся только в Доме РМС. Хочу сказать, что две свои сумки, купленные в Москве, в общем-то, в столешниковой перелки, я отдала на экспертизу здесь, в Италии, потому как у меня возникло, в общем-то, сомнение. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в России имели место быть скандалы, связанные с очень-очень крупными домами МОД, где, в общем-то, продавались подделки. Было это, правда, давно, но, тем не менее, в общем-то, свои сумки я тоже... У меня возникли совершенно определенные сомнения, по совершенно конкретным вещам. В частности, у меня вот здесь темнела пряжка, на ней появлялись вот непонятно какие пятна, и Доме РМС мне сказал, что, наверное, я использую какой-то креп для рук агрессивный, который, в общем-то, на их деликатных сумках оставляет такие пятна. Нет, ничего я не использую. Как есть, то есть, в общем-то, нечего мне ответить Доме РМС. И вот здесь надпись, она была не пропечатана, так хорошо не впечатана, но в итоге все оказалось хорошо, сумки были у меня, в общем-то, настоящие. Их распороли, их мне отреставрировали совершенно бесплатно. Хочу сказать, что если вы решите купить себе сумку со вторых рук, и, повторюсь, это очень популярно сейчас в Европе, и я знаю, что есть сайты, которые, в общем-то, в России продают сумки РМС со вторых рук, то есть способ отличить сумку, скажем так, отреставрированную кустарным способом. Соответственно, перед вами, возможно, сумка в очень плохом состоянии, заношенная, от сумки, которая, в общем-то, была отреставрирована, либо вообще не подлежала реставрации, либо была отреставрирована непосредственно в Доме РМС. Это называется способ, в общем-то, бумажного полотенца. Его применяют очень многие скупщики дорогих сумок. И особое внимание нужно будет обратить на уголки сумок. Потому что мы наматываем на руку большое количество бумажного полотенца и проводим очень тщательно, как будто бы протираем нашу сумку, которая перед нами, которую нам, возможно, предлагают купить, этим бумажным полотенцем. Соответственно, если там останутся следы краски, это значит, что сумка была отреставрирована плохо, перед нами либо вообще не аутентичный вариант, либо вариант в очень плохом состоянии, отреставрированную буквально детской гуашью. Мы ее могли покрасить, чтобы, в общем-то, ее просто продать. И, в общем-то, вот такой простой способ. Соответственно, такую сумку ни в коем случае не стоит покупать, потому что, прежде всего, возможно, она просто не аутентичная. Либо она была просто плохо отреставрирована, соответственно, эта краска начнет сползать, слезать и так далее. И, в общем-то, вы увидите перед собой вариант достаточно заношенный, который совершенно не стоил тех денег, которые, возможно, вам предлагается за нее заплатить. Но, в общем-то, это все. Носить вам сумки, реплики, либо не носить, безусловно, ваш выбор. Но, уверяю вас, что очень-очень много хороших сумок за совершенно отменяемые деньги. Повторюсь, что хорошая сумка – это всего лишь цветовой акцент. Это аксессуар, который может иметь место быть, а может даже не иметь место быть. Повторюсь, я очень-очень часто хожу, в общем-то, имея в руках только телефон, только куличи. Я об этом говорила. Мне кажется, что положение вот такой рук, согнутая, присогнутая в локтях, в общем-то, оно хорошо нам для нашего силуэта. И, в общем-то, да, я рекомендую ходить вам без сумок, если сумка особо вам не нужна. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»